Сегодня хочу поговорить о мужчинах и слове «должен». На мой взгляд, с самого раннего детства именно мальчикам вдалбливают в голову это ненужное слово. Ты должен, 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 должен. Ребенок еще не родился, а он уже должен соответствовать требованиям родителей, их картинки о том, что такое успешный человек, и плюс еще эти бесконечные слова «ты же мужчина», «мужчины не плачут», «что ты как баба». И, конечно же, это не дает в большинстве случаев мужчинам наслаждаться своей жизнью. Он действительно все время в этом ожидании выплаты долго находятся. Сначала он должен мальпапия, потом эти бесконечные упреки со стороны женщины, что он должен, должен, должен. Вопрос все время у меня возникает, а кто должен мужчине и что. Ну, как правило, в семейном... Ребята, всем здорова, саночной связи. Просили адекватных чаечек, получайте, ребята. Буду периодически вам показывать. Ну, чаечка якобы топит за мужчин. Сейчас полностью прослушаем и, соответственно, будем разбираться. В концертировании, когда приходит пара, женщина говорит, вот, я столько делаю, а он мне ничего в обратку не дает. И когда я задаю вопрос, а что, собственно, ты такое делаешь, что он тебе какую-то обратку должен давать. Ну, я говорю, вот, ну, условно, там, да, дети на мне. Окей, у меня всегда вопрос после этого. А он именно это просил. Выясняется, что мужчине совершенно другое нужно в отношениях. Вот. Но вот эта позиция какая-то, вот, знаете, потребительская по отношению к мужчинам, что они там что-то должны и отсутствие всякой благодарности за то, что мужчина приносит в нашу жизнь, вот это меня, конечно, очень напрягает, пугает, потому что, ну, помимо потребительского отношения, отношение к мужчине как некоему биороботу, который еще и лишен эмоций. Хотя, когда идет скандал, обычно женщина говорит, ну, скажи, что ты чувствуешь, но мужчина выучил урок еще в детстве. Если он начнет говорить о том, что он чувствует, ему прилетит, да. Вспомните, ну, вот хоть у кого-нибудь из мужчин, которые сейчас смотрят этот пост, была ситуация, что вы маме с папой сказали, что вы злитесь, что вы там обижаетесь на них, что вам не нравится что-то, или вы в детстве топали ногой, например, там, да, от злости на ситуации, на своих родителей, что вы получили в обратку? Ах, вот ты как, так ты еще и характер свой будешь показывать? И тут же пресекались все проявления эмоций. То есть, у мужчин настолько... Ребята, пока надо рассказывать, вы мне напишите, пожалуйста, в комментариях, вы вообще вот верите чаечкам, которые топят за мужчин? Там, не важно, там, психологини, там, просто женщины, ну, не важно, да? Верите ли вы чаечкам, которые топят за мужчину прям всецело? Вот мужчина даже леет, там, и так далее, там, и тому подобное. Напишите, интересно, ваше мнение. Закрытая эмоциональная сфера. У них физиологически-то изначально мозг не функционирует так, чтобы эмоции переводить в слова, но эмоции-то мужчина испытывает, да? Ребят, ну, я понимаю, что это любимая моя тема, цепляться за детали, ребята, но женщина, которая топит за мужчин, при этом говорит, что у мужчин мозг не функционирует, чтобы эмоции перевести в слова, ну, то есть, ты-то, я извиняюсь, горячему чаю никуда тронулся, типа, а! То есть, ты больно сказать не можешь, ну, у тебя мозг не функционирует. Ладно, давайте дослушаем потом. Плюс еще исторически ему запрещено их показывать, это, конечно, вообще трэш полный, да, и что происходит с мужчинами? Мужчина начинает психосоматизировать, да, куда эмоции-то девать? Внешне нельзя, вовнутрь забивать. Не, молодцы мужчины, которые занимаются спортом, потому что именно в спорте, в фитнесе можно сублимировать там всю агрессию, нормальную злость, который характеризует в принципе гормональный фон мужской, да, можно выплеснуть это все как-то, а если мужчина не занимается спортом, тогда куда? Тогда все вовнутрь, потому что, ну, не смей орать на работе, не смей орать дома, да, вот, вот держи все в себе. И что по факту мы имеем, когда мужчине говорят, ты должен там, условно, содержать свою семью, а он, мужчина, в силу своих каких-то личностных особенностей, ну, к примеру, не умеет зарабатывать деньги, да, ну, не научили его зарабатывать деньги мама и папа, да. Да, у него были возможности, но, опять же, если ему все время говорили, ты должен, 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 он все время смотрит, кому эти деньги слить, а не как их приумножить, понимаете, он все время должен кому-то вовне, а это не мотиватор, чтобы зарабатывать деньги, ну, вообще не мотиватор. Никто ему не сказал, что может что-то хотеть, что он что-то может чувствовать все время, он долженствование какое-то непонятное из страны. Ну, и, соответственно, мы что имеем как факт уже, да, где-то после сороковника у мужчин очень часто возникают инсульты, инфаркты. Вы задумайтесь, это именно те неотреагированные эмоции, которые мужчина держал внутри. Он голову всю сломал себе, как еще можно заработать, чтобы содержать семью, он не видит возможности, опять же, в силу своих личностных особенностей, это не вина его, это беда его, понимаете, и по идее его надо, ну, не знаю, условно отдать в терапию, либо психологу, который занимается бизнес-сферой, не знаю, там, деньгами, отношениями с деньгами, либо ему нужен наставник, адекватный наставник, который возьмет его за руку и поведет по жизни, помогая научиться зарабатывать деньги, видеть эти возможности, понимаете. Ребята, ну что ж, приступим. Во-первых, ребята, это психологиня, она якобы там помогает мужчинам консультации, там, этот, тренер, коучер, нумеролог, таролог, ну, в общем, вы поняли это все, да? Ребят, я не зря спросил, верите ли вы чаечкам, которые вот якобы топят за мужчин, ребят, я знаю, что со мной некоторые будут не согласны, но все-таки я, ребята, правда руб. Я не верю тем чаечкам, которые помогают мужчинам, что они это делают от чистого сердца, вот честно, ну, нет, вообще, по сути дела, пускай лучше так, ну, пускай лучше так, по сути дела, на некоторые вещи вполне себе правильно говорит, да, ну, за исключением того, что, как бы, у мужчин мозг не функционирует, да, вот, в некоторых направлениях. Ребят, вы понимаете, что сейчас наступает эра нового оленизма? Вы знаете, в чем он выражается? Ребят, чаечки-то они тоже думают, они соображают, они подстраиваются под ситуацию, под жизненные течения. Они прекрасно верят, что мужчины прозревают многие, да? Вот, а прозревшие мужчины, это не равно здоровый психологический мужчина. Ребят, вы думаете, допустим, если мужчина развелся, там его поставили на алименты, блин, разломали ему жизнь, блин, забрали имущество, как бы, вы думаете, хопа, он сразу прозревшим стал, и он такой здоровый весь и красавчик. Ребята, вы знаете, сколько там боли внутри, в душе, вы знаете, сколько там проблем в голове? Ну, потому что это свойственно, психика, она разрушает это после таких событий нехороших в жизни мужчины. А вот тут прозревые чаечки, начиная типа, да, 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 мужчина ни в чем не виноват, он молодец, чаечки плохие, их надо наказывать, там, и так далее, да? Приходи ко мне на консультацию, я за тебя, родной, и так далее, да? Ну, вы понимаете, к чему я веду, да? Наставник по жизни, чтобы научить ему зарабатывать, все свои травмы психологические залечить, и так далее. Ребят, они только палятся вот в некоторых моментах. Ну, вот, вот, пример, вот, ребят, кусок, почти 4 минуты видео, одну фразу сказала мне, мне лично стало все понятно, ребята, у мужчин мозг не функционирует, чтобы выражать свои, точнее, ну, точнее, выразить словами свои эмоции, ребята, для меня лично, для меня лично это оскорбление, она вообще в тенденции в общем это сказала, и это психолог, да, ребята, то есть у меня конкретно не функционирует мозг на до того уровня, чтобы, допустим, там, ты палец себе прибил, как бы, ой, то есть я не могу это сказать словами, я не могу только, знаете, там, гримасу состроить, там, крикнуть, був-був, замычать, там, я не знаю, там, забегать, запрыгать на одной ноге, там, да, а сказать я не могу, потому что у меня мозг не функционирует. И это психолог, ребята, говорит, представляете, да? А там на душе тебе плохо, да, там, ну, там, депрессия у тебя, там, стресс, там, а ты не можешь это сказать, ты только мычать можешь. Это по ее мнению ты можешь только делать, да, и все. Потому что мозг у нас не функционирует, ребята. Ребята, когда вы встречаете на просторах интернета, либо же в жизни, там, чайчик, который вот всецело топят за мужчин, посмотрите, в какой сфере услуг она крутится. Оказывают ли консультации, там, и так далее. Ребят, вам вообще не кажется абсурдным, когда чайчка тебя будет учить быть мужчиной, то есть, ну, восстановить свою мужскую личность, да, мужскую силу, там, именно духовную, да. Ребят, они просто смекнули, золотую жилку поймали, где, где она есть, ребят, вот и все. Дальше решать вам. Ребят, это ни в коем случае, там, не призыв, там, к ним на консультации, это ваши деньги, ваша жизнь, идите куда хотите, ребята, хоть, хоть к ней, хоть ко мне, хоть еще кому-то, там, вообще без разницы, как бы, у каждого, там, свои приоритеты в жизни, да. Да, но просто подумайте над этим всем, ребят, а не просто, как бы, как сказать, не пытаются ли вам просто угодить за деньги, подумайте над этим, ребята. Пишите свои комментарии, конечно же, ребята, здоровья вам, счастья и прекрасного дня.